Добрый вечер! Я всем напоминаю, что мы занимаемся книгой Еремияву. Надеюсь, что мы продвинулись в ней. Напоминаю, что все свои занятия я посвящаю Любу Бат Михаэль, ее памяти и возвышению души. Мы вместе с ней 20 лет работали над книгами пророков. Я сейчас пытаюсь продолжать. Очень трудные темы. Как бы все так понятно одно со другим гладко, но если задуматься, что стоит за словами пророка, то возникает много вопросов. Не уверен, что я сегодня смогу все пробить. Нужна ваша помощь. Вот сейчас мы с вами поднимаем текст и попытаемся двигаться по нему дальше, не возвращаясь к прошлому, а попытаемся двигаться дальше по тексту. Сейчас я ищу то место, где мы с вами остановились. И вот это где-то примерно, примерно, примерно. У меня даже отмечено. Да. Вот мы с вами говорили о том, что в Мирушалаиме нет ни одного человека, который добивается суда. И речь не идет о том, что действительно нет ни одного человека. Нет ни одного человека, которого бы слушали, если бы был хотя бы один такой человек. Всевышний говорит, что он простил бы всему городу. Теперь. И вот мы начнем с вами отсюда. Если вы скажете, за что Бог Всесильный наш сделал с нами все это, то скажи им. Так же, как вы оставили меня и служили в земле своим, врагам чужим, так будете служить чужим правителям в земле, не вашей. Я напоминаю вам, что мы с вами в пятой главе в ее конце. Я проверил, что это пятая глава. Здесь очень интересно. Посмотрите, сделал с вами все. Если вы скажете, надо было бы сказать, Всевышний должен сказать Еремиягу, если скажут тебе, за что Бог Всесильный сделал с нами все это, тебе скажут. Нет, он говорит, если вы скажете. Потому что у Еремиягу тот же есть тот же самый вопрос. Он не понимает этой суровой меры суда, не понимает, за что обрушилось на народ это наказание. Мы с вами говорили, что в основном то, что можно представить себе, что тяжелые наказания, они выпадают на долю сыновей Израиля. Не из-за того, что они хуже всех народов, наоборот, лучше всех народов, но не справились со своей задачей распространить божественное учение на весь мир, исправить весь мир, распространить пророчества на весь мир. Сами отказывались от пророков, это еще не поставило их на ступень ниже всех народов, но небеса судят человека не только, а уж тем более народ, не только за то, что он сделал плохого, упаси Бог, а за то, с чем он не справился. Та обязанность, с которой ему была заложена, и он с ней не справился. Это как бы можно представить себе, это основная причина Галута, основная причина изгнания. И опять же, пророк вместе с народом, он не понимает. Всевышний обязывает его объяснять, но у него есть тот же самый вопрос и у него самого. Вот, теперь тут и интересный момент, который очень режет слух. Надо было бы сказать, что как вы оставили меня и служили в земле своей богам чужбины, чужим богам, Элогейн и Хар, божествам, которые пришли с чужой земли, так вы будете служить чужим богам. И все, почему в земле не вашей, да? Вот, вы не хотели служить, и теперь будете служить чужим богам в том смысле, что будете жить под чужой властью, под властью и до упоклонников. И у вас не будет той возможности служить Всевышнему, которая была раньше, как мы с вами говорили, когда люди находятся под чужой властью, под властью и до упоклонников. Так или иначе, чужие обычаи, чужие представления проникают в еврейскую среду. В этом смысле служить чужим богам. Как правило, пророки не говорят о тех, кто оставляет народ и действительно уходит в это упоклонство. Речь не идет о них. Рассказ обычно о тех, кто так или иначе, в том или ином смысле, сохраняет свою привязанность к народу, связь с ним, и сохраняет свою связь, по крайней мере, с традицией, с традицией отцов. Об остальных не идет речь. Поэтому служить чужим богам здесь не в том смысле, что вы будете служить чужим богам. Вас будут заставлять служить чужим богам. Вас будут принуждать служить чужим богам. И жизнь среди изолупоклонников будет проникать в вашу среду. То же самое говорится в книге «Дворим». И поведет тебя Всевышний, как мы с вами, может быть, уже говорили в этот момент, и поведет тебя Всевышний и твоего царя, которого ты поставишь над собою к народу чужому, которого ты не знал, и которому не знали отцы твои, и будешь там служить божествам другим или божествам других народов, можно сказать, «эцве авен», дереву и камню. Тут в скобках можно заметить, есть, как вы знаете, есть коды Торы, и здесь коды Торы. Надо было, может быть, вам это выставить, я не сообразил, может быть, мы это сделаем в другой раз, но поверьте мне пока на слово, на этот посыл коды Торы. Когда ты читаешь в обратном направлении, через 49 буф, 49 ступеней нечистоты, как бы, да, то, что называется бодилуга дьет, с пропуском у тебя получается, у тебя получается, в прямом направлении у тебя получается ешу, в обратном направлении у тебя получается мека. И вот ты, как неожиданно через Торы, ты понимаешь, что такое, ты будешь служить чужим богам дереву и камню. Дереву – это христианство со своим крестом деревянным, а камень – это мусульманство со своей меккой, со своим черным камнем. Постараюсь вам, блин, Эдер, выставить эти коды из работы организации «Арахим». Да, но это в скобках, да, и опять же, опять же, да, мудрецы не говорят о том, что вот все поголовно будут там служить чужим богам. Нет, мы знаем, что люди жертвовали своей жизнью, если их заставляли поклоняться идолам. Это было и в Галутии, в Изгнании, это было и в Вавилоне, это было потом и под властью эллинистов, так сказать, эллинистической культуры, и на всем протяжении истории чужим богам не поклонялись. Ну, что вот эта сама жизнь под властью чужих народов, она оказывает колоссальное влияние на представления, которые есть у сыновей Израиля. Вот, и Раби Лиезер, может быть, как мы с вами уже упоминали, он говорит о том, что сыновья Израиля, которые живут за пределами земли Израиля, они поклоняются идолам разрешенным образом. Это, конечно, шутка мудреца, нет разрешенного образа поклонения идолам. Он имел в виду, и он объясняет это потом, что люди ходят на трапезах к идолопоклонникам, принимают участие в их трапезах, но как же соседи, и потом это даже опасно, нужно поддерживать отношения, это может быть опасно, тебя пригласили там на свадьбу идолопоклонников, и ты не пойдешь? Нет, ты идешь. Вот это уже само по себе оказывает влияние, как говорит Раби Лиезер, самообщение, и потом это осквернение имени Всевышнего, идти и принимать участие в трапезе идолопоклонников, даже если ты там ешь кошерное и пьешь кошерное вино, в этом смысле будете служить чужим богам. Будете служить под чужой властью, вас будут принуждать, вас будут доставлять, кто-то сломается и сдастся, и уйдет, но о них нет разговора, а разговор о тем, кто служит богам разрешенным способом, то есть общается с идолопоклонниками, вынужден молчать, не высказывает свое мнение. Все это оказывает колоссальное влияние и подобно идолопоклонству, и опять же разрушает все истинные представления о Торе, о Всевышнем, о месте человека в мире, о том, как он должен служить Всевышнему. И вот, но что на себя обращает внимание, я возвращаюсь, да, это в земле не вашей. Ну, ладно бы, сказал Всевышний, да, сказал Всевышний, вот я приведу на вас чужую власть, и вы будете служить чужим богам, оставаясь на своей земле. Не обязательно уйдете без знания? Нет, в земле чужой. В чем здесь смысл? В чем здесь как бы наказание? Наказание, дополнительное наказание? Ну, мы представляем себе, что человек, который остается на земле, на земле Израиля, во-первых, у него есть надежда на восстановление страны, а так наказание в том, что люди не видят никакой надежды, угнали их в чужую землю, что там делается на их земле, кто там хозяинничает, они не знают, и не видно никаких реалий, как можно вернуться. Это как бы дополнительное наказание, дополнительное наказание. Но еще, что сама земля Израиля, она поддерживает в человеке дух свободы, дух Всевышнего, дух протеста, и вот такого наказания, что ты должен склониться, смириться, сидеть тихо и служить чужим правителям, которые служат своим богам, этого наказания нету в полной мере на земле Израиля. Как мы можем себе это представить? Дух свободы всегда бродит в сердцах сыновей Израиля. Мы можем представить себе, что сыновья Израиля вернулись из Бабеля, забегая вперед как бы, для того, чтобы приоритетировать эту мысль. Они должны были быть под властью персидского царя. И они были под властью персидского царя. Но многие его указы они не выполняли, они стремились к независимости. Им было сказано при Киверушелаем и построить храм. Будет с вас, хватит. Нет, они вернулись, они заселили все города, которые могли, и даже десять колен, которые были угнаны за Дамесы, тоже находились под властью персов. Они в тот момент вернулись и заселили свои города на территории Северного царства. То есть они не совсем... Это стремление. Это надежда. Это борьба за независимость. Она всегда есть на земле Израиля. На земле Израиля. Она всегда присутствует. И нет вот этого как бы полного наказания, о котором говорит Всевышний. Будете служить, как вы служили чужим богам, как вы не отказались от меня, хотели служить чужим богам, так вы будете теперь служить чужим богам, как наказание, в том смысле, что мы понимаем, что вы будете под чужой властью. Нет, этого на земле Израиля нету полностью. Эта земля призывает к свободе. Дальше, как мы понимаем, разбытие событий в период второго храма – это восстание Хашманаи и создание собственного царства в совершенно невероятных условиях, царства свободного на всей территории, которая в свое время была забоевана Давидом. Мы понимаем, что дальше были проблемы, о них можно говорить, но мы видим этот дух, дух свободы, который сбрасывает в себя чужую власть на земле Израиля. И вот потом, скажем, власть Рима – одно восстание за другим, дух свободы, нежелание жить под чужой властью, покоряться и служить чужим богам, в том смысле, как сказал рабе Элиезер, как пример мы с вами можем вспомнить, что в период Ирода, Ирод, отстроив храм на одних из его ворот, внешних, укрепил золотого орла, который был символом Рима, сбили его, пожертвовали своей жизнью для того, чтобы сбить орла. Не потому, что это и было поклонство даже, ну, орел, скажем, символ, там символ легиона или символы римской власти, сбили его, потому что это дух, этот орел – это символ попрания духа, и не захотели терпеть его. Это великое восстание против Рима, и оно действительно великое, если говорить о нем, чаще всего подчеркивают войны евреев друг с другом, даже Иосиф Лавин назвал это иудейские войны, период восстания, имея в виду, что евреи воевали друг с другом, это все неправда. Вот это достойно отдельного рассмотрения. Восстание было действительно великим и почти-почти добилось успеха и утвердило еврейский дух. Дальше было восстание Барковбы, когда Адриан превратил Ирушалаем Эль-Капитолина и в центре поставил храм Юпитера Капитолинского, то было восстание, они захотели служить богам и чужим в этом плане. Чужая власть, ну, делает, что хочет, устанавливает своим богом, ну, что ты можешь делать, ну, вот то, что от тебя зависит, да, ты соблюдаешь законы Торы в своем доме, и если поймали, упаси бог и заставляют отказаться от веры, жертвуя жизнью. Нет, мы не готовы были терпеть чужой власти, так что этого вот наказания, то, что ты будешь служить чужим богам, нету его в полной мере на земле Израиля, опять же, которая проникнута духом Всевышнего и духом Свободы. Казалось бы, что после восстания Барковбы, страшного погрома, карательных экспедиций римлян, все должно было бы угаснуть. Нет, мы видим в Талмуде, что в период Амараев не угасает мечта о свободе, и мудрецы Торы, такие, как Рави Ашуа, Рави Ашуа в Эн-Ливии, и как Реш-Латиш, порываются бороться с римской властью в тот момент, когда римская империя в конце второго века, в начале третьего века ослабевает, когда есть бесконечные смены императоров, убийства в Риме, они хотят воспользоваться этой ситуацией и освободиться от римской власти в невероятных условиях, когда народ обескровлен, эта мечта живет. Теперь мы можем представить себе, есть интереснейший момент отдельный, который мы можем подчеркнуть с вами, это период возвращения из последнего изгнания. И если говорить о катастрофе, о восстании в Варшавском гетто, то восстание в Варшавском гетто позднее и довели, как бы до конца, так сказать, до просто погибли там. Это те люди, которые приехали из земли Израиля в Польшу, были посланы отряды, которые были посланы Жаботинским, для того, чтобы обучаться военному делу. Война их застала в Польше. Они там остались, это они боролись. Значит, дух земли Израиля, тех, кто пожил в земле Израиля, он и во время катастрофы проявил себя таким образом. Мне кажется, что это достойно внимания. И вот мы с вами тогда понимаем эту глубокую мысль Торы, что за то, что служили чужим богам, может быть, многие не напрямую, но оставили изучение Торы, были представления неверные, и было множество обычаев, и двух поклонников, которые расширялись в среде, за то, что вы не служили Всевышнему как следует, будете служить теперь чужим богам. Мы понимаем, в каком смысле. Не то, что Всевышний приказывает часто отказаться, упаси Бог от веры и пойти поклоняться идолам. Не то, что люди скажут, ну вот, мы теперь под чужой властью, и мы ничего не можем сделать, мы будем поклоняться их богам, мы же должны как-то выжить. Нет, нет, не в этом смысле. Не в этом смысле. Вас будут, вы будете под властью идолупоклонников, и идолупоклонству будет вольно или невольно проникать в вашу среду. И мы с вами понимаем, почему это именно на чужой земле. Там это наказание, так сказать, больше, сильнее на земле Израиля. Дух свободы продолжает трепетать в сердцах. Постоянно есть желание сбросить чужую власть. А вот в Галуте этот дух уходит, и волей-неволей приходится склонить голову. Это то, что я вам сказал в начале занятия, что очень легко прочитать слова пророка и, не задаваясь вопросами, идти дальше. Но как бы, когда ты пытаешься привлечь на свою сторону элементарную логику, то возникает необходимость, так сказать, как говорят сегодня, разрулить эту ситуацию. И я надеюсь, что нам здесь в этом месте удалось это сделать. Еще раз напоминаю исходную фразу. Так же, как вы оставили меня и служили в земле своей богам чужим, так будете служить чужим правителям. Это я поставил чужим правителям. В земле не вашей, чужим, можно сказать, чужим богам. Имеется в виду чужим богам. Но я так поставил чужим правителям в земле не вашей, что в каком-то смысле, по крайней мере, по Рабе Лезеру, это и есть служить чужим богам, находиться под властью идул поклонников. Вот теперь, да, ведь я положил, теперь, говорится, в этой же главе говорится, я не беру все стихи, беру основные ключевые места. Думаю, что можно восполнить как-то пробелы, но я увидел, что мы никогда не сдвинемся с места, если пойдем за каждым предложением. Ведь я положил песок границу морю, законом вечным, которого оно не приступит. И бушуют волны, но не могут одолеть, и ревут, но не приступят его. В чем здесь бог упрекает сыновей Израиля? Во-первых, мы можем вспомнить, что есть как бы три уровня, которые появляются в обещаниях про отцам, в Торе, три уровня еврейского народа. Это как звезды небесные. Это у Авраама Вина. Это как праг земной. И вот в пророках, впервые у пророка Гошея, появляется образ такой, как песок морской. Еремьяву пророчествует после Гошея. И, видимо, этот образ он, так сказать, взял у него. Понимаю, что это все пророчество, но, тем не менее, пророчество, оно ложится и на знание человека, и на то, что на ту мудрость, которая у него есть. И через нее, через нее, оно как бы через это идет пророчество Всевышнего. А все, что есть у человека, это одежды для того света, который дает Всевышний. Поэтому вот и образ у другого пророка пророк может взять, поскольку он знает его, учил его. И Гошея впервые сказал о песке. Что значит песок границей моря? Это образ, один из пророческих образов, что сыновья Израиля похожи на песок морской, в том смысле, что когда ты смотришь, то представляется, что море не может одолеть этот песок. Волны накатываются на песок, а потом откатываются. И когда они накатываются, они как бы выбрасывают тот песок, который есть, который скрытый, который сейчас находится под водой. Они выбрасывают его опять наружу. И таким образом, как бы, образно, песок является границей для моря. Из-за него море не может перейти свой предел. Моря – это физические силы, физические силы, образ народов мира в этом мире. А, скажем, заселенная земля, земля, которая обрабатывается, и которую защищает песок, это, как бы, те разумные, хорошие, благородные силы, которые есть в мире, в основном в еврейском народе. И вот еврейский народ, как песок, он не дает силам народов мира завладеть миром, разрушить его, уничтожить в нем все хорошее, деревья, посадки, дома и так далее. Это сдерживает песок. И, конечно, это происходит не силой оружия, а это происходит силой духа. И прежде всего, благодаря божественному присутствию, благодаря божественной силе, когда Всевышний дает силу сыновьям Израилю устоять. И мы понимаем этот пророческий образ, что Всевышний говорит – бушуют волны, но не могут одолеть, и ревут, но не приступят его, не приступят границы песка. А почему? Потому что это я так устроил мир, как бы, да, это в самой природе было заложено, что на сыновьях Израиля держится мир. Мы помним этот митраж, что если бы сыновья Израиля, что условием сотворения мира было то, что сыновья Израиля в будущем примут Тору, если они не примут Тору, говорит Всевышний, то я разрушу тогда весь мир. Как бы остается в свободу выбора, должны принять Тору, остается в свободу выбора. Если не примут, разрушу весь мир, говорит Всевышний. Да, и вот это образ, да, что сыновья Израиля сохраняют духовность, а Всевышний сохраняет сыновей Израиля и хранит их от разрушительных сил народов мира. Да, и Всевышний говорит, это же природа вещей, да, природа вещей. Ну, что вы сделали? Да, вы нарушили саму природу, то, что было естественно, естественно после исхода из Египта, после завоевания земли Израиля, естественно было служить Всевышнему, исполнять его заповеди, да, это было естественно, но вы пошли против этого естественного пути, разрушили его, да, и как бы, да, нарушили само устройство природы. И я вас, как бы, если так можно сказать, по законам природы, или в сложившейся ситуации я не могу и не хочу вас защищать, да, вы нарушили этот баланс естественный, который я создал, да, или как бы естественный, вот. «Ибо есть в народе моем злодеи, подстерегают, затаившись, как птицеловы, устраиваются по дню, чтобы ловить людей. Как клетка полна птиц, так дома их полны лжи, поэтому они вознеслись и разбогатели». Ну, мы можем сказать, но есть и есть такие злодеи, которые причиняют такую беду, такую горе, сбивают людей с пути, да, и люди, как невинные, как невинные птицы, они попадают, они попадают в ловушку, да, и их ни один, ни два, это как птица, как клетка птицелова полна птиц, так вот и как бы дома полны лжи и полны этих людей, попавшихся в эту, попавшихся в эту ловушку, да, как же возлагать ответственность на всех, да, на бедных и на бедных и на несчастных, да. Есть такое, есть такое правило, да. Можно сказать, что правило непростое, что правило непростое, правило довольно суровое, да, что говорится в трактате, в трактате кедушин, да, в трактате кедушин говорится, нет такого понятия, меня послали совершить преступление, да, вот кто-то более властный, более сильный человек сказал кому-то, вот пойди и укради, да, своему подчиненному, и тот идет и ворует, кто отвечает, прежде всего, по закону суда, прежде всего отвечает тот, кто украл, а не тот, кто послал его ответственность, другая, да, а тот-то украл, он отвечает, это говорится, нет посланника на преступление, нельзя сказать, меня послали, вот, и он виноват, да, вот, и говорится так, кто тебе, кто тебе больший господин, да, твой господин или господин мира, да, ты должен слушать господина мира, и тут ничего, тут ничего не поделаешь, да, в царь Шламов Мишлей говорит, ай, такие длинные малавчики, киш-гага, и не говори перед ангелом, что это, что это ошибка, да, ошибка, но я ошибся, меня не так научили, я не так понял, да, никогда не говори этого перед ангелом, потому что это только вызовет гнев, небес, да, потому что человек не может оправдаться тем, что его сбили с пути, да, потому что всегда есть правда, есть учителя, которых можно, у которых можно найти эту, эту правду, и как бы это ни было сложно, ответственность человека самого за то, что он делает, поэтому, да, то, что есть в народе злодеи, которые подстерегают, подкарауливают, это только частичное, частичное оправдание, да, вот, а посмотрите, чем кончается, это знание, чем кончается тоже, да, вот мы как бы здесь, если бы мы остановились, мы бы с вами ничего не поняли, да, это несчастный народ, который обманули, а мы продолжаем дальше, разживели, растолцели, приступили меру в злодеяниях, не судили, тяж судом праведным, тяж сирот, чтобы благоденствовали они, и правосудие бедным не вершили, за это ли не накажу, сказал Бог, да, да, кто же так о таком речи, в отдельных людях, ну, вот теперь посмотрите, да, а народ мой любит это, а народ мой любит это, что это вот поразительное, ужасное совершается в стране, пророки пророчивают ложь, и когены, священники господствуют припосредствии их, да, тут даже не когены, священники здесь, как бы опять же неправильный перевод, нужно определиться, люди, занимающие должность, и когены занимает, человек, который занимает должность, и здесь бы нужно было переводить не священники, а должностные лица, те, кто поставлены должностные лица, Они господствуют при помощи пророков, да, пророки говорят, все хорошо, у нас замечательная власть, вот, говорит, он праведный, он набирает народ, но он праведный, пророк говорит, да, вот таким образом должностные лица господствуют при помощи пророков. Ну, как ни странно, народ мой любит это. Поразительная вещь, но это всех устраивает. Тот порядок, который установился, он устраивает всех. Как-то все, да, как-то все приспособились, живут. Никто не хочет внять этот установившийся порядок, уж тем более идти против общества и против властей, да. И это, конечно, очень напоминает современное общество или часть его, да, когда самые абсурдные мнения, самые лживые выводы, да, самые лживые прогнозы, они устраивают людей. Они устраивают людей, да, вот, и, да, и мы понимаем, то, что есть птицеловы, да, да, это плохо, это оправдание какое-то частичное, небольшое это оправдание, ну, в принципе, это всех устраивает, да, и, да, это момент, конечно, конечно, катастрофический, когда люди мирятся со справедливостью, да, ну, кого-то там засудили, ну, Бог с ним, ладно, зато у нас тише, 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 гладь и Божья, Божья благодать, да. Мы знаем, что в Израиле есть, я не говорю, что это, скажем, что нет протеста, я не говорю, что это не является, скажем, да, массовым явлением, но есть и несколько людей, которых засудили, несправедливо, есть люди, которых засудили за убийство арабов, а они этого не совершали, они это не сделали, сидят как пугало для других, сидят в тюрьме, они дали признание подплытками, да, и, скажем, да, по крайней мере, часть народа, не буду говорить, что большинство и вся часть народа это устраивает, да, вот, а что говорят, да, или готовы принять то, что люди под пытками дали показания против себя, да, и это суд принимает, да, люди готовы принять это как явление, да, вот, и осуждают, осуждают этих молодых людей, которые никогда не совершали этого преступления, устраивает, устраивает по тем и иным причинам, устраивает, когда одного съели, другого съели, ладно, да, лишь бы мы все были в порядке, большинство же в порядке, все в порядке, да, вот, этого засудили, этого не так, вот, этого обобрали, этого выгнали, хорошо, мы живем, как-то устраиваемся, а народ мой любит это, даже не то, что считает, любит это, хорошо, нас устраивает такая ситуация, когда нас большинство не трогают, нас это устраивает, да, ну, что же вы будете делать в день приказа, да, вот, и пророк спрашиваете, ну, ну, ведь придет, придет наказание, что вы будете делать, да, и он это говорит для того, чтобы, по словам комментаторов, говорит для того, чтобы подчеркнуть, что наказание приближается, да, и вот мы с вами попадаем, в шестую главу. Рафзаев, прошу прощения, перед тем, как к шестой главе приступим к вопросу. Ради бога, я за, я за, давайте, да, да, да. Да, может ли быть такое, что вот количество уже пророков, оно как критерий состояния общества, то есть, чем больше, чем хуже общество, тем больше уже пророков, и наоборот, если общество идеально, то уже пророков практически нет. Вопрос замечательный, да, вопрос замечательный, мне трудно сказать, да, как можно себе представить лжепророки, чаще всего связанные с, чаще всего связанные с властью, да, мы можем представить себе, как Ахав, да, когда он выходит на войну вместе с праведным царем Еошафатом, царем Еуды, Ахав – это царь северного царства, я напоминаю, да, он приводит 400 пророков, которые говорят ему о победе, а Ешафат спрашивает, а нет ли у тебя здесь кого-нибудь пророка бога, да, пророка бога, как бы, то есть, он понимает, что это все народ такой работающий, на работе у Ахава, да, и они, даже если у них есть пророчества, как мы знаем, что пророчества иногда бывают у самых разных людей, даже если у них есть пророчества, они выворачивают его в сторону Ахава, поэтому он спрашивает, нет ли у тебя здесь, ну, одного кого-нибудь, пророка бога, да, вот, и когда все трубят в одну дуду, и когда все предсказывают победу, это само признак того, что это уже пророчество, но мы видим в себе, что это люди ангажированные, оплачиваемые, да, и они говорят то, что удобно царю, удобно правительству, удобно обществу, удобно людям, да, а людям удобно им верить, да, говорить о состоянии общества очень трудно, может быть, вы правы, я не знаю, да, вот, ну, скажем, конечно, очень трудно отличить истинного пророка от же пророка, да, один из моментов, как мы с вами говорили, что те, кто говорят, что все будет хорошо, это уже само по себе вызывает подозрения, потому что пророк приходит для того, чтобы увещевать, для того, чтобы указывать на недостатки, а не для того, чтобы гладить по головке иногда, но это очень, очень редко, да, вот, так что я не берусь, как бы, конкретно сказать, это указывает на состояние общества, но, скажем, да, как мы можем себе представить, это люди так или иначе ангажированные в нашем обществе, хотим мы того или не хотим, скажем, да, нету пророчества, но, как бы, определенная замена, замена пророчества, это для, очень сильное для Израиля, это средство массовой информации, да, и мы понимаем, что они наангажированы, есть очень много, очень мало тех ведущих, тех каналов, которые хотя бы в какой-то степени отстаивают свое независимое мнение, в основном, это все исполнение социального, социального заказа, да, вот, я бы сказал так, да, то есть есть, и мы видим здесь, как бы, скажем, мысленно, благодаря вам, возвращаясь к пятой главе, мы видим структуру общества, есть должностные лица, да, которых, от которых при определенной ситуации трудно, да, ожидать справедливости и такого утверждения равноправия, есть уже пророки, да, но что самое трагичное и потрясающее, да, что это устраивает, это устраивает общество хотя бы в том смысле, что оно не протестует, оно привыкло, ну ладно, да, ну ладно, как-нибудь, да, вот, и это, это прилагает ответственность на народ, опять же, я не хочу никому прилагать ответственность, я не это, не судья, упаси Бог с небес, да, я только пытаюсь прочесть текст пророков, да, вот, и как там на небесах, желаю всему, всему еврейскому народу и всем хорошим людям благосклонного, милостивого отношения небесного суда в эти дни, да, текст пророков и те проблемы, которые есть в обществе, мы с вами обязаны прочитать, да, хорошо, вот, можно дальше, да? да, спасибо, вот, шестая глава начинается с того, что сыны Беньямина спасаетесь из среды Иерушалаима, тут бы Иеремьяу превозвращается к тому предсказанию, что физически беда придет с севера, удел Беньямина на севере Иерушалаима, ему даже принадлежит часть Иерушалаима, вот, и поэтому, как бы, да, как предсказание, что беда придет с севера, сыны Беньямина бегите и спасайтесь из среды Иерушалаима прежде всего, прежде других, с севера придет беда, да, в тыко отрубите в рог, да, тут, как это иногда бывает у пророков игра слов, тыко, это само от тыко, это название города, а така, это трубить в шафар, да, трубил в шафар, вот, и здесь тыко на севере Иерушалаима, по-моему, оно относится к колену Беньямина, вот, над Абейта Акерем подайте знак огнем, ибо с севера появляется бедствие и погибель Великой, вот, напрямую, когда Абейта Акерем также на севере, вот, оттуда идет, оттуда идет беда. Это как-то странно, потому что такое, которое знаем мы, оно на юг от Иерусалима. Оно на юг от Иерусалима, это правильно, да, это совершенно верно, проблема в том, что города с одним и тем же названием встречались не только дважды, трижды и четырежды на территории Израиля, поэтому, возможно, как вы говорите, что речь идет не о том, не о том такого. Приятной и изнежной представляла себе дочь Циона, вот, а теперь придут к ней пастухи, да, вот, и Всевышний говорит, я хранил вас, я хранил вас, да, и вы не испытывали, да, вы могли быть приятными, да, красивыми. Не только внешними, можно говорить о внешней красоте сыновей Израиля, что само по себе является потрясающим моментом, когда стоял храм, сыновья Израиля отличались особой красотой, надеюсь, здесь даже речь не об этом, да. Вы могли быть духовными, да, духовными, не погрязающими в материи в том плане, что вы постоянно обязаны защищать себя, только заниматься военным делом и строить укрепления, что вы постоянно должны отстаивать свою независимость. Я представлял вас, что я буду охранять вас, а вы будете, вы не будете, скажем, да, вот такими грубыми, потому что вы будете защищены, будете заниматься духовностью, да, а теперь к ней придут пастухи, да, вот, пастухи, да, вот, ну, тут я какие-то пометки сделал для себя, да, да, готовьтесь к бою с нею, вставайте и пойдем в полдень, и так далее, значит, здесь описывается как бы надвигающаяся война, да. И вот мы затронем с вами седьмое предложение, которое после предсказания войны, предсказания прихода беды с севера, да, пророк, друг, я бы сказал, говорит, да, вот, и вот так сказал Бог воин, в чем причина? Рубите деревья и насыпайте бал против Ирушалаема, это как бы обращение к врагам, я им дам силы это делать, да, он, этот город, должен быть наказан, весь он полон насилия, да, то есть самое главное – это несправедливость, если постоянно говорить сведу поклонства, сведу поклонства, наказание сведу поклонства, сведу поклонства – это только корень, это только корень, да, принцип он такой, который мы учим из Вавилонской башни, да, что Всевышний не наказывает за само по себе идолу поклонства, но идолу поклонства, оставление Всевышнего, оно неизбежно приводит к извращению закона, неизбежно приводит к жестокости, и вот тут приходит наказание. Вот тогда можно сказать, что наказан за идолу поклонства, но наказание само, оно начинается, да, начинает действовать, когда проявляют жестокость, несправедливость в законах по отношению человека к человеку, да. Если вы помните Вавилонской башни, строят Вавилонскую башню для того, чтобы воевать со Всевышним, ну, строите, ну, воюйте, да, до тех пор, пока не начинается такое явление – падает кирпич, плачут, а когда падает человек, то не обращают внимания, то есть представление о человеческой жизни, оно как бы нивелировано, уничтожено, представление о ценности человеческой жизни, вот тут приходит наказание. Точно так же и здесь, да, город полон насилия, началось все это упоклонство, все это упоклонство, не служите мне, да, а кончается голод полон насилия, да. Как источник источает воду, так он источает зло свое. В нем только и слышно, что насилие и грабеж беспрестанно передо мною муки и раны, да. И здесь мы опять же видим сложность и красоту пророческого текста, потому что раньше мы говорили, да, что оставили, что в чем два зла совершил мой народ, да, оставили меня, оставили меня источник воды живой, и выкопали себе водосборники, водосборники треснутые, которые не удержат воды, да. Оставили источник и хотят собрать как-то воду по-другому, не из источника, а здесь, здесь подменили источник, загрязнили источник. Мы понимаем, что это, что это следующий шаг, да. Скажем, одно дело – оторваться от настоящей духовности, оторваться от пророчества, да, продолжать соблюдать законы Торы, изучать Тору, так сказать, внедрять ее в жизнь, но без пророчества, не учитывая пророчества, и не учитывая духовные стороны дела, получается водосборники треснутые. А здесь, да, сам источник пророчества подменяется. Дух Торы подменяется, да. Дух Торы подменяется. Вот, да, как подменяется дух Торы, ну, скажем, да, можно представить себе, что основным, как об этом говорит и пророк Ишаяху, да, он говорит, что основной ценностью становятся деньги. Хочешь ты этого или не хочешь, ты оторвался от пророчества, ты оторвался от духа Торы, ты оторвался от общего духа национального, от духа свободы, да, источник Тора, сама Тора, ее закон, ее внедрение в жизнь, оно начинает, о, этот источник начинает загрязняться, да, и вот, и приводит к тому, что, вот, ну, есть Тора, есть закон, есть суд по закону Торы, а в городе грабеж и насилие, да, в городе грабеж и насилие то ли не имеют уже установить справедливость, то ли не хотят, то ли ее извращают, но результат один, подменили дух Торы, есть насилие и грабеж, да. Здесь интересно вспомнить, мы, наверное, на этом остановимся и постараемся эту тему развить на следующем уроке, да, но интересно вспомнить Перкея вот, Автальон говорит, да, мудрецы, будьте осторожны, в своих словах, может быть, получится так, что вам придется уйти в изгнание, да, и вы уйдете в изгнание, и вы уйдете в изгнание, вы уйдете в изгнание, в место плохих, плохих, вот, напьются ваши ученики, которые пойдут за вами, ученики всегда идут за счетами, пойдут за нами, и они напьются, несмотря на то, что они будут сидеть в наших школах, окружение, которое будет, представление, которое будет вокруг, да, они напьются, и не получится, что имя Всевышнего Скорнино. Мы видим, что дух Торы можно подменить даже, даже сидя рядом с великим учителем, да, вот. Ну, и здесь слова Ишаяу, которые мы не раз с вами вспоминали, что оставил ты свой народ, дом Якова, да, народ оставил, идею народа, дух народа ты оставил, как, да, вот, ну, потому что, во-первых, наполнились гаданиями, это вы гаданиями наполнились, это почему? Потому что отказались от пророков, да, а дальше наполнились ваша земля серебром и золотом, да неплохо, что у вас серебро и золото, это прекрасно, это дает большие возможности, но нет, серебро и золото становятся главным, а духовность второстепенным, в этом проблеме, да, тогда нет конца вашим хранилищем, и наполняется ваша земля лошадьми, как армией, на которую вы надеетесь, армия – это хорошо, но нельзя говорить, но нельзя всю свою надежду ставить на эту армию, есть духовность, есть и вышний, на которую надо опираться, да, и тогда и наполнилась ваша земля идолами, а подмена духа, она приводит так или иначе, в том или ином смысле, хотя бы так, как говорил Раби Леезер, служение чужим богам разрешенным способом, оно приводит к идолу поклонству, человек поклоняется делу своих рук, я, говорит, это все сделал, да, это уже идолу поклонства, в том или ином смысле забывание того, что даже в руках человека, его успехе проявляется сила Всевышнего, я это сделал, это идолу поклонства, мы здесь с вами остановимся, вот, и мы тогда посмотрим, когда мы встречаемся в следующий раз, я так понимаю, что Йом-Кипур не будет нам помехой, мы сможем стараться в Раби, мне так кажется, я желаю всем легкого поста, самой замечательной записи и печати от всего сердца, чтобы новый бог, чтобы новый, это страшная оговорка, видите, наверное, что-то не то не наговорил, это уж вы меня простите, чтобы новый год, новый год принес успехи, это то, что мы говорим в Йом-Кипур, ты хочешь сказать одно, получается другое, ну, что-то я наделал, пойду раскаиваться. Яширков Рабзеев, очень здорово, спасибо, вам всех благ, всех благ, спасибо вам огромное, спасибо вам, вы мне помогаете, чтобы вы знали, вы мне помогаете, всего самого доброго. До свидания. Всего доброго. Итак, сейчас мы... Субтитры создавал DimaTorzok